Добрый, добрый, добрый день! С вами Вивьена. У кого вечер, у кого день, у кого ночь, и мы сейчас будем смотреть французский оракул на французской Севилье, известные французские предсказатели от Ленорма. Очень известные карты, очень интересные. И будем сейчас смотреть. Что разрешится? Не забывайте про энергообмен. И что разрешится до конца года? Что разрешится до конца года? Что разрешится до конца года? До конца года у многих из вас вы что-то определите со своим здоровьем, со своим самочувствием, со своей внешностью. Кто-то пойдет к косметологу, кто-то к хирургу, кто-то действительно к доктору. И до конца года вот что-то, знаете, вы четко определитесь. У кого-то это будет, у меня прям четко идет, потому что Вивьена ясновидящая, и я смотрю не по знакам. Я смотрю больше, то есть, ну, знаки, карты, но я смотрю то, что идет. Идет, кто женщины, идет здоровье по-женски. Что разрешится еще? У кого-то действительно может быть долгожданная или какая-то беременность. Что разрешится? Разрешится какая-то напряженная обстановка, напряженная что-то такое в отношениях, которые было в семье, в отношениях. Потому что кто-то вмешивался в третьи лица, которые мешали вообще жить. Что разрешится до конца этого года? Разрешится ваше сомнение. Вот в чем-то вы сомневались, и вот это будет перетрансформация. Вы по-другому начнете мыслить. Как я раньше-то вообще на это все смотрела? А что-то я вообще так жила? А почему я с этим человеком жила? Почему я с этими людьми была? А почему я около этих людей находилась? Вы просто все измените. Почему это изменится? А это изменится действительно потому, что вы посмотрите на этот мир глазами света. Десятка черви. Вы посмотрите, вам цыганка Сивилла говорит, глазами света, глазами любви. Здесь нарисован священник. Но это не обязательно через храм или через мечеть или еще как-то, или другими способами. Это говорится, что вы вдруг почувствуете вибрацию любви и света и скажете, а зачем мне там что-то о них думать? Зачем ты мне им мстить или злиться на них или обижаться? Фи! Я иду дальше. У меня в руках лампада света, лампада света, света жизни. Что еще разрешится у кого? У кого-то, да, разрешатся проблемы с домом, проблемы с муниципальными различными органами. Как-то все станет более-менее основательно. И вы точно уже будете знать, куда вам идти. Кто-то до конца года приобретет недвижимость. Или наоборот, продаст, чтобы приобрести что-то другое. Но здесь еще идут вопросы с документами. До конца года очень многие вопросы с документами вы решите в положительную сторону. Да, вы решите. Вот получились документы, деньги. Вы решите в положительную сторону. Что разрешится еще до конца этого года? До конца этого года вы соберете какие-то плоды. Кто вам должен, могут отдать. Или вам отдадут. Или будут какие-то премии. Потому что девятка боби. Это всегда новые поступления. Или возврат того, чего вам кто-то отдавал. Гермес, торговля, деньги, радость, золотой гермес. Что разрешится? А у кого-то разрешится проблема. Ну, не то, что проблема. У кого-то вернется человек или придет в форме. Может быть, из мест там, где эта форма. Просто влюбленный. Но это гармония и гармоничные отношения. Здесь идет встреча. Встреча с бывшим, с настоящим, с будущим. Но тут идет встреча. Встреча для чего она разрешится? Для чего встреча? Ой, выпало. Разрешится. А встреча разрешится, чтобы отодвинуть какие-то плохие мысли. И самое главное, что это не ваши мысли, а мысли ваших врагов, которые они на вас навязывают. Странно это, странно это. Но не быть беде, а уберем. Да, потому что рядом с вами хитрые кошки. Когда выпадают вот карты кошки, это не так, как в жизни кошки наши такие мягкие, пушистики. Это всегда хитрый обман и коварство. Кто-то около вас есть, вот враги, это надо убрать. И этот человек приходит, чтобы вы на всех, послали всех, хорошенько-хорошенько, на воздушные шарики. На воздушные шарики. И что идет? Да, и идет того, что, еще раз я говорю, еще раз получается, что разрешится какие-то вопросы с имуществом и с документами. Для чего это разрешится? Это разрешится, чтобы вы получили свои блага и чтобы око незримое всегда охраняло вас. И что вы этим получите? Что? Вот вышла вроде бы карта нехорошая, но это шестерка пик. Это дальняя дорога. Эта карта вышла, что вы получите беды? Нет, здесь идет, что вы этой дорогой, эти беды, единственное, что может, что, да, кто-то, может быть, отойдет из ваших старых родственников, потому что им пришло время идти в тот мир, который мы не знаем. И здесь идет перемены к лучшему, перемены. Вам идет еще послание от ваших родственников, которые ушли в мир иной. И уйдут огорчения, и будете вы обдумывать все, что с вами произойдет. Но воспринимать мир по доверию и благополучию, как маленькие дети воспринимают мир. Принимаю, приобретаю. Все желания в своей жизни исполняю. Истина заклята исполнена. Заходите в мой телеграм, все мои контакты в шапке профиля, пишите на рождественские гадания. Пока-пока!